Бахмутский плацдарм был и остаётся самым горячим направлением в Донецкой области. Уже за десяток километров от этого района слышны звуки боевых действий. Бахмутский район, в принципе, остаётся критическим направлением. Идут тяжёлые бои, каждый метр даётся с трудом. Артиллерия работает, пехота тоже работает. Каждый метр даётся кровью, потом и потерями. Перед выходом на боевое задание настроение бойцам поднимают спасённые питомцы. У каждого из них своя история. Сделали мне подарок на день рождения, ребята. Приехал на позиции, смотрю – маленькое чудо. Поскольку я с котами лажу, уже более 20 лет, то всему научил. Она не умела ни толком есть, ничего. А вот нутрия Анфиса к защитникам прибилась сама и уходить не собирается. Она быстро бегает. Она быстро бегает. Анфиса, да? Ага. Очередное задание бойцы могут получить в любую секунду, поэтому всегда находятся в боевой готовности. Говорят, целей на этом направлении всегда хватает. Нам на родине Украину! С днём рождения, Украина! На боевых позициях британская гаубица Л-119 без работы не стоит. Двухтонное орудие легко вращается на 360 градусов. Эффективная дальность поражения целей артиллерийской установкой – до 11 километров. Британская гаубица Л-119 очень проста в эксплуатации. Подготовить к работе её можно в течение трёх минут. А за одну минуту она может выпустить до семи снарядов. А боевые задачи и цели, отмечают защитники, бывают разные. Случается такое, что может быть пехота противника, а может быть РЭП, или были случаи, что мог быть Солнцепёк. Бывают разные цели. А что, например, Элька может сделать с Солнцепёком? Попасть – и будет детонация боекомплекта. Легенда британской армии любит уход. За орудием бойцы следят регулярно. Чтобы всё было смазано, чисто. Она любит чистоту. Это не советская техника. Нужно ухаживать, как за девушкой. Вот и всё. Помимо обслуживания гаубицы, важна и её маскировка на позициях. Ведь противник не дремлет. Бойцы отмечают, на этом направлении противник активно использует БПЛА. Причём ланцеты, говорят военные, это ещё не самое страшное. Мы летают, как мухи вокруг нас. Они летают, как мухи вокруг нас. Вы же видели. Сегодня прилетели барражирующие боеприпасы. Это даже не ланцеты. Немного сильнее. Орлан, Зала и Мультикам. Это, в принципе, стандартно. Они здесь постоянно летают. За минувшую неделю, по данным Министерства обороны Украины, освобождённая территория в Бахмутском районе увеличилась на 3 квадратных километра. И составляет 40 квадратных километров.